В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Рюминский пруд впервые за 40 лет наконец-то почистит и облагородит. Сегодня всемирный день без автомобиля. В школьную программу вернут уроки астрономии и в Рязанской области нашли останки динозавров. В правительстве Рязанской области еще одна громкая отставка. Министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Михаил Пронин покинул свой пост. По словам самого Пронина, ему уже известно следующее назначение. Он сообщил, что уходит работать в реальный сектор экономики. Сегодня также стало известно, что место Шауката Ахметова займет первый замглавы администрации Рязани Владимир Трушкин. По закону к кандидатуру должна согласовать Рязанская облдума. Тогда Трушкин будет назначен заместителем председателя правительства Рязанской области. Рюминский пруд впервые за 40 лет наконец-то почистит и облагородит. На экологическую реабилитацию водоема выделено более 40 миллионов рублей. Работы по благоустройству пруда, его набережные, а также всей территории Центрального парка культуры и отдыха завершатся в 2017 году. Лесное озеро в центре Рязани – вот во что превратился Рюминский пруд за последние годы. Его реконструкцией и очисткой не занимались уже 40 лет. Здесь же расположен гидроузел, который делает существование водоема возможным. Он был построен в 1965 году. Сейчас находится в плачевном состоянии. Рюминский пруд – это на самом деле река Лыбити. Для того, чтобы водоем мог существовать нормально, трубы гидроузла должны пропускать воду, уводить ее в другое место. Они засорены. Окружающий Рюминский пруд грузовики и бульдозеры – это не что иное, как начало работ по реконструкции гидроузла. Сейчас с помощью техники создается специальная насыпь, которая со временем пересечет весь пруд, создаст с собой плотину. И тогда подобраться к гидроузлу для его ремонта будет проще. В текущем году планируется приступить к следующим работам. Отремонтировать основной откос плотины, восстановить головок водопропускного сооружения. Для этого необходимо построить временное сооружение, земляную плотину, перемычка. Потому что работы будут осуществляться без спуска водного водоема, без спуска Рюминского пруда. План работ объемный. Помимо ремонта гидроузла, рабочие займутся приведением берегов в порядок. К ним можно будет подойти, как в прежние времена, не пробираясь через густые заросли. Вода в реке тоже станет чище. И если сейчас можно увидеть редких экстремалов, решивших здесь искупаться, то, вероятнее всего, скоро их число прибавится. Будет проведен капитальный ремонт и восстановлен донный водоспуск. Донный водоспуск очень важен для водоема, таких как пруд. Потому что донный водоспуск позволяет осуществлять санитарные пропуски вод. То есть вода будет проходить по дну водоема. Сейчас же вода на дне является самой грязной. Она не циркулирует. На поверхности вода намного чище. Еще одним из этапов по очистке водоема станет изъятие донных отложений, которые будут увозиться с территории при помощи специальных мешков. Этот способ оптимален для центральной части города, чтобы прилегающая водоема территория оставалась чистой и красивой. Правда, сейчас, конечно, берега Рюминского пруда и разбиты многотонными грузовиками. Выезжают они в город в чистом состоянии. Перед тем, как покинуть объект, каждая машина тщательно моется. Мы будем и дальше следить за тем, как развивается ситуация по приведению водоема в порядок. И обязательно сообщим вам об этом в одном из следующих выпусков новостей. Каждый год Всемирный день без автомобиля отмечают в тысячи городов. В этот день автомобилисты отказываются от поездок на личном транспорте в целях улучшения экологической обстановки в стране. Много говорят о влиянии машин на окружающую среду, но оказаться на месте пешехода в этот день полезнее все-таки для автомобилиста, чтобы увидеть водителей со стороны и улучшить настроение пешей прогулкой. Экологи уже давно твердят об экологической безопасности города. И вот в четверг, во Всемирный день без автомобиля, Рязань сделала шаг к улучшению экологической обстановки в городе. К сожалению, не все горожане откликнулись на призыв в силу своей работы или нехватки информации. Знаете ли вы, что сегодня день отказа от автомобиля? Нет. Нет, не знаю. Первый раз слышу. Нет, не знаю. Едем с дальше, ничего не знаем. Если бы знали, ехали бы от самого Дядького. Автомобиль уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. И для многих рязанцев это не просто средство передвижения, а способ экономии времени. Наверное, очень важно, судя по количеству автомобилей в городе. Нет, не смогу. С детьми это очень сложно. Когда в школу, в музыкалку, в больницу, везде как бы нужна машина. Он меня кормил вообще. А вообще сейчас просто так, в деревню если ездим. Без автомобиля мы сейчас никуда. Без автомобиля мы ничто. К сожалению, наша реальность. А тем водителям, которые все-таки решили принять участие в этой акции, администрация города гарантировала бесплатный проезд в общественном транспорте. При условии предъявления водительского удостоверения. У меня только сегодня за целый день были двое человек. Вот до обеда с утра один человек пожилой ехал. И вот до второго обеда один. На тот человек и все. И как оказалось, рязанцы без особого энтузиазма отнеслись ко всемирному дню без автомобиля. Город продолжает жить своей жизнью. С сегодняшнего дня в наших широтах начинается помимо календарной еще и астрономическая осень. Световой день сравняется по продолжительности с ночью, а затем медленно пойдет на убыль. Согласно народным поверьям, по сегодняшнему дню можно судить о том, какой будет вся осень. Из школьного учебника географии мы знаем, что два раза в году бывает равноденствие. Период, когда день равен по своей продолжительности ночи. Весеннее 22 марта и осеннее 22 сентября. Сегодня в 17 часов 21 минуту по московскому времени Солнце в очередной раз пересекло небесный экватор и перешло из северного полушария небесной сферы в южное. И добро пожаловать, наступила астрономическая осень в северном полушарии, а вот в южном весна. Земля заняла строго вертикальное положение относительно Солнца. В Древней Руси день осеннего равноденствия отмечался достаточно широко. И как праздник окончания полевых работ, и как день урожая. А еще в этот день крепостные крестьяне могли перейти к другому помещику. В более поздние времена хозяйки готовили всевозможные кушания, пекли пироги. А само празднество запровождалось танцами, пением и гуляниями. Дети украшали дома гирляндами из желтых и красных осенних листьев. А еще говорят, что в момент осеннего равноденствия особенно сильна энергетическая связь между земным пространством и космическими сферами. И заручившись поддержкой сил равноденствия, можно создать отличный настрой. Как для завершения уже начатых проектов, так и для кардинальных перемен своей жизни. Ну и конечно в этот день загадывают, какая будет погода на ближайшее время и на перспективу. Сухая ясная погода в день осеннего равноденствия предвещала, по мнению наших предков, теплую на весь октябрь погоду. А дождливая и слякотная – скорое наступление холодов. Верить или нет народным приметам – личное дело каждого. Но учитывая, что в нашем 21 веке погода постоянно преподносит всевозможные сюрпризы, как говорится, поживем-увидим. Чем порадует нас природа этой осенью. А пока, если с тема, будет ли бабье лето или нет, а синоптики, похоже, никак не могут определиться, к выходным они все же обещают и небольшое потепление – до 13 градусов и как минимум уменьшение количества дождей, а то и вовсе сухую погоду. Да и традиционную золотую осень тоже никто не отменял. Вот-вот природа заиграет ярчайшими красками и наступит, пожалуй, самая красивая и живописная пара года. Ну а пока одевайтесь теплее, не забывайте, выходя из дома, брать с собой зонты и запасайтесь теплым чаем. И несмотря на традиционную меланхолию, свойственную осени, старайтесь радовать себя хотя бы мелочами и делиться друг с другом хорошим настроением. Древнейшая наука астрономия, возможно, скоро вернется в качестве обязательного предмета в Школы России. Накануне эту идею озвучила министр образования и науки страны. Однако пока неизвестно, когда начнут происходить изменения. Наш корреспондент побывал в одной из школ Рязани, чтобы узнать, каким образом сегодня могут дети узнать о законах Вселенной. Дмитрий Цепеньо учится в восьмом классе. В его школьной программе нет астрономии. Он изучает эту науку самостоятельно, в свободное время и на дополнительных занятиях. Это дало ему возможность подготовиться и принять участие в городской олимпиаде по астрономии в прошлом учебном году. Я ходил в каникулы на подготовку к олимпиаде. Там были... эта олимпиада была не только моего возраста, там дети других классов еще были вместе, подготовка была. Но все равно материалы рассказывали одинаковые. Призовы каких-то не было, но в следующий раз надо попытаться занять что-нибудь. Самостоятельно занимаясь, конечно, можно добиться успеха, но ученики и учителя считают, что изучение астрономии может быть полезно для всех людей. Я думаю, неплохо. Астрономия – интересный предмет. Конечно, полезно иметь представление о окружающей тебя мире. Астрономия – это очень объемный предмет. Больше скажу, что это первая естественная наука, которая возникла во Вселенной. Человек еще не умел ни читать, ни писать, ни считать, но он поднимал глаза на небо и изучал явления природы. Сейчас изучение астрономии в школьной программе ограничивается небольшим курсом предмета в 11 классе. В учебнике физики есть раздел, посвященный астрономии, поскольку эти науки связаны друг с другом. Учителя физики как раз и занимаются проведением дополнительных занятий по астрономии. Они уже сейчас предлагают вести науку по изучению космоса с 9 класса. А сами астрономы идут дальше. Они считают, что предмет нужно вводить и в вузах. Астрономия сама по себе вслед за собой подтягивает еще многие технические дисциплины. А эти дисциплины проходятся не в школе, а в вузе. То есть, например, оптика, схемотехника, механика, инженерная графика и многие-многие другие. Если говорить о школе, стоит сказать, что возможности учителей физики ограничены. Они зачастую не могут провести с детьми наблюдение, так как они проходят в темное время суток. Зато многие сознательные родители дают своим детям такую возможность. Расширяют их кругозор. Например, в Рязани на Кремлевском валу на вечерах тротуарной астрономии они могут наблюдать планеты, Луну. Но если выбраться за пределы города, где нет сильного освещения, тогда картина открывается совершенно иная. И космические объекты даже можно сфотографировать. Вот астрономические фотографии, выполненные рязанским астрономом-любителем. Объекты разные – туманности, планеты. Можно потратить на выполнение и обработку одной фотографии от недели до месяца. Зато вот так красиво получается. Есть фотографии – это одно. А живые наблюдения – это совершенно другое. Это тоже два разных направления в любительской астрономии. Вообще, надо сказать, в этом плане астрономия – счастливая наука, потому что она не нуждается в украшениях. Люди, которые единожды с этим соприкоснулись, очень часто становятся просто фанатами этого дела. Так что с изучением астрономии можно стать не только более образованными людьми или найти свое хобби, а поймать вдохновение для реализации дальнейших повседневных дел. 150 миллионов лет назад на территории Рязанской области было теплое тропическое море. К такому выводу пришли ученые, которые извлекли из карьеры в Михайловском районе останки динозавра. Летом этого года на территории Михайловского карьера на глубине 55 метров в слоях глины юрского периода была найдена уникальная археологическая находка – коронка зуба очень большого динозавра. Найти что-либо ценное, найти останки древнего крупного существа чрезвычайно сложно. Вот всем известен тираннозавр Рекс, которого показали в фильме «Прогулки с динозаврами» или «Парк юрского периода». Но на самом деле его скелетов цельных найдено раз-два и обчелся. То здесь зуб найдут, здесь его позвонок. И вот таким образом сыграют пазлы из цельных скелетов. Каждая находка – это чрезвычайная редкость. Ученые долго работали с артефактом и пришли к выводу, что этот зуб может принадлежать морскому ящеру Леоплевродону, который обитал в теплых морях 150 миллионов лет назад. Находка датирована Кейловерским веком юрского периода. В итоге удалось определить – зуб действительно принадлежал Леоплевродону – гигантскому морскому хищному ящеру. Программная реконструкция показала, что размер морского ящера мог достигать от 15 до 28 метров. Тогда это был доминирующий хищник теплых морей. Получено настоящее доказательство, что Рязанская область 150 миллионов лет назад не просто была дном теплого тропического моря. Здесь действительно плавали настоящие громадные 20-метровые динозавры, зуб которого одного из них и был найден под Михайловым. Также это открытие говорит о том, что 150 миллионов лет назад на территории Рязанской области было большое тропическое море. Это объясняет плоский рельеф Рязанской области. Но почему Рязанская область плоская? Потому что она неоднократно была дном моря. Если горную систему опустить на морское дно, то за миллионы лет ее перекроют слой за слоем. Горизонтально лежащие отложения известняки, пески, глины. Если ее равномерно приподнять, как стол, то мы получим плоскую равнину. Рязанская область представляет для археологов большой интерес. Именно здесь глины юрского периода подошли к поверхности земли очень близко. Поэтому необходимо уделить большое внимание защите археологического наследия Рязанского края. На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. А пока хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин